Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Светлана Налепова, руководитель ресурсного центра «Свершение», основатель творческих мастерских «Серебряные года». Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Мария! Очень рада видеть тебя в нашей студии после пандемии все эти месяцы. К сожалению, мы этого были лишены, и я так понимаю, что и основные ваши участники клуба творческих мастерских, ваши бабушки, которые так были активны до пандемии, они тоже оказались не в простых условиях. Как пережили это время, признаваясь честно? Тяжело пережили, особенно наши подопечные, потому что появился момент, мы еще раньше закрылись, когда прононизировали ситуацию в ближайшем зарубежье. Стало понятно, что уже опасно вот так плотненько встречаться, потому что проект вырос настолько, что наш учебный центр был переполнен, несмотря на то, что мы делили на группы, на сессии. Ну, сколько примерно до пандемии было человек? Ну, вообще в проекте сейчас 80 человек, которые с нами сотрудничают. Ну, солидно. Постоянно. Хороший, да, проект, цифра хорошая. Мы старались, чтобы было не больше 12 человек в группе, когда встречаются. Ну, зависело от наполненности учебного центра. И у нас уже наполняемость была до 17 человек. И это уже, конечно, было недопустимо. И особенно в такую обстановку. И мы в начале марта, даже еще до объявления, закрыли вообще оффлайн-формат. Потому что это уже стало опасно. И, конечно, разрабатывая новые форматы, у нас включились только те мастера, которые уже профессионально могли самостоятельно изготавливать какую-то продукцию. Да, мы искали форматы, что же мы можем предложить и остальным мастерам. Ну, хочу сказать, что звонят, говорят, что нам нужен оффлайн, они не так говорят. Мы хотим встретиться, мы соскучились. И мы сейчас организовываем взаимодействие. И мы получаем в подарок и ягоды, и то есть что с дачи. То есть у нас бабушки находятся сейчас многие на даче. Постоянно получаем подарки, благодарности. И сейчас мы расширяем обратно, максимально стараемся вернуть вот тот состав, с которым мы работаем. И даже работать уже с новыми мастерами, которые работают. Давай напомним философию ресурсного центра, свершение, вашу основную задачу. Но вообще основная задача сейчас центра – это развитие, умными словами сейчас скажу, гибких форм занятости социальных уязвимых категорий. То есть мы помогаем, развиваем тему возможной занятости, даже в какой-то иногда и связанной с трудоустройством пожилых людей. Это вот программа областная, с которой мы сейчас работаем. И эта вот программа с отработкой навыков, творческих способностей поддерживается и Министерством социального развития. Уже третий год работает. Третий год, три года. Ну так приличный срок. Вот все-таки насколько изменилась жизнь этих бабушек за это время? Насколько изменилась ваша жизнь? Потому что в ней тоже произошли колоссальные изменения, вот благодаря вот такому сотрудничеству. То есть тут, с одной стороны, вы помогаете им найти себя на пенсии, а с другой стороны, и они вас обучают. Я хочу сказать, что очень правильный вопрос. За эти три года мы, в принципе, разрушили все мифы, которые были в голове по поводу пожилого возраста. Это миф о необучаемости. То есть это уже не бабушка, сидящая на скамейке с семечками и в платочке совершенно нет. Но они могут посидеть совершенно спокойно на лавочке с семечками. Но это деловые бабушки. Я просто знаю, мы сейчас доставляем материалы, продукцию, забираем у нашего старшего поколения. Я вот совсем недавно была у Альмины Владимировны. Это один из самых старейших наших участников, старших, да, по возрасту. И я видела, как она выносила мне свою продукцию гордо, проходя мимо своих подруг, которые сидели на лавочке. Это просто совсем другой человек. Это человек, который приобрел другие смыслы жизни. И у меня, кстати, я записывала интервью для наших ресурсов, где она сидит на лавочке. И она говорит, ну, сейчас жизнь хорошая стала, сказала она. Она красивая, такая умная, а на Новый год, она вообще 78 лет, да, а на Новый год она вообще пришла на корпоратив в кавычках. У нас был новогодний гонек. На каблуках, в вечернем платье. И были, кто говорил, что там за 30 лет впервые у нас там новогодний корпоратив. Вот так вот они его назвали. Вот, то есть, такой встреча новогодняя. Как меняется жизнь, меняется жизнь, во-первых, они становятся самостоятельными, да. Есть мастер, который в очень приличном возрасте сейчас купил себе смартфон. Там сложил где-то пенсию, где-то какие-то небольшие заработки, которые вот с мастерских, да, дополнительные. И купил смартфон для того, чтобы участвовать сейчас в обучении онлайн. Ну, для того, чтобы расти и чтобы не выпасть из жизни, в которую она сейчас уже включилась. Это гордость, да. И она адаптировалась. Так я сейчас всем говорю, я сама горжусь. И мы гордимся вот именно вот этим. Учили, конечно, работать в WhatsApp, в Zoom, пока у нас не получилось подключиться, у большинства. Но работаем в WhatsApp. У нас большинство бабушек Одинцовского городского округа отлично работают в WhatsApp. То есть могут дать спору внукам и даже, наверное, правнукам. Ну, по активности у них точно. Это вообще, то есть это абсолютно точно. Ну, и самое главное, они чувствуют себя нужными. Это, наверное, это базовые вещи, да, даже можно об этом не говорить. Конечно, нужными. Когда мы начинали, у нас была такая небольшая тестовая точка продажи, да, у нас здесь в Одинцово. Они даже приходили и смотрели продукцию, которую мы отдавали на продажу, продалась эта позиция или нет. Да, то есть даже до такой степени. Потому что мастерские мы построили работу таким образом, что если продукция соответствует качеству, то мы ее оплачиваем, вне зависимости от того, продали мы ее еще или нет. Ну, если она не на производстве работает по нашему заказу. Поэтому даже вот настолько человек хотел быть полезным, да, чтобы это было понятно, что не благотворительность, что мы не просто так помогли, а что она действительно заработала. Это пойти, найти свою игрушку, связанную своими руками, на точке, продалась или нет. То есть она подходит еще раз, спрашивает продавца. А вот я вот такую, такую, да, вот точно, точно вот такая. Ну, как спрашивают, ну, как продалась. Мы, конечно, сейчас не продаем уже в таком режиме. У нас сейчас, конечно, нет точек, правда, мы сейчас работаем только в онлайн. Ну, сейчас все работают. Ну, сейчас все работают онлайн и ищут новые формы. Возможно, стало сложнее, потому что нет живого общения. Без, ну, чего так сильно не хватает нам всем сегодня. Но, тем не менее, это, опять же, возможность иначе посмотреть и на бизнес-процессы, и иначе посмотреть на реализацию. Да, с точки зрения. Найти, как бы, может быть, даже и дать возможность гораздо большему количеству пенсионеров, пожилых людей найти себя. Ну, вот благодаря онлайн. Ведь сейчас нет никаких границ, ну, по сути. По территориальной, конечно, нет. Я хочу вам сказать, что я сегодня уходила из офиса, и нам привезли продукцию с саратовских бабушек. То есть люди прочитали о проекте. Нет, они еще даже не присоединились. Они просто прочитали о проекте в интернете, узнали, что мы есть. Нашли в Одинцово какого-то родственника, знакомого. Отправили продукцию туда почтой и сказали, иди туда. Да, это вот подход старшего поколения, да, то есть они вот этого не понимают. Они даже не позвонили. И вот стоит продукция, и я думаю, так, что-то теперь вообще уже вариантов нет. Ну, я говорю, ну, оставляйте, посмотрим, ну, будем уже изучать, смотреть вот это направление. Может быть, они подсказывают, да, может быть, вам и удастся объединить разные регионы. Конечно, да, разные города. Это открытие границ, но нам сложнее работать с подопечными. Это люди другого поколения, люди, которым нужно общение. И когда мне человек в возрасте 80 с лишним лет говорит, я сейчас к вам приеду. Я говорю, подождите, у вас там самоизоляция 65+. Да, ничего страшного, я там одна, еще что-то. Или она приезжает без маски, мы ей сразу маску. Ну, то есть все способы безопасности. Она говорит, да что же вы так переживаете? Но я хочу сказать, есть о чем переживать, потому что из наших подопечных есть очень тяжело переболевшие. То есть это не миф, надо соблюдать меры безопасности, и нужно как раз держаться. То есть мы не случайно переживаем, мы стараемся максимально безопасно взаимодействовать с нашим поколением. Мы очень сильно переживаем. В пандемию помогали ли вы своим подопечным? Потому что я знаю, что очень много волонтеров, естественно, доставляли и продукты, покупали лекарства. Потому что все прекрасно понимали, что карантин затягивается на достаточно длительный срок. А это именно та категория граждан, которая просто не может выйти на улицу. Волонтерская деятельность основной не является нашей, но мы помогали всем нашим подопечным. Во-первых, мы старались их максимально оставить в процессе. То есть наша сейчас работа поставлена таким образом, что мы взаимодействуем по WhatsApp. Ну вот такой формат они выбрали, большинство. Заводят соответствующие группы по навыкам, по группам. Там есть старший мастер, который сопровождает онлайн. Мы отвозим материалы, даем им заявочки какие-то и контролируем качество фактически онлайн. Понятно, что все задерживается иногда, потому что пока мы получим продукцию, пока ее отсмотрим, курьер отправляется. И, честно говоря, был такой момент, когда в пандемию вся команда выпала. К нам пришла от фонда гуманитарная помощь для нашего старшего поколения. И мы с сыном развозили это сами. То есть это просто выпавшая такая ситуация была командной немножко, потому что, ну, конечно, были удивлены. Даже те, кто еще на тот момент не производил, еще пока не пытался очнуться. Мы приезжаем сюда с продуктами, говорим, включайтесь, вы с нами, не оставайтесь, обязательно. То есть это было, и маски еще были, да. То есть развозили маски и продукцию. Лекарства, честно, не развозили. И вопросов не было. Ну, видимо, у нас подопечные такие. Уже заряженные на позитиве. Типа, здоровые, я надеюсь, что, да, надеюсь, что вот так. Мне иногда кажется, что они, скорее всего, нам скоро помогут. К нам подключились онлайн. Видимо, внуки подключаются, семьи подключаются. Очень важно старшему поколению, вот сколько мы общаемся, они говорят свои страхи, да. Они хотят, чтобы оставаться в семье и оставаться в ритме. Они боятся вот с этого ритма, вот которого быстрый сейчас, выйти, что обратно боятся не вернуться уже, да, по своему вот этому возрасту. Они подключаются, дети. Есть ситуация, когда у нас, допустим, нет контакта с мастером, но есть контакт с дочерью. Ну, то есть даже вот такой момент, и мы взаимодействуем, и часто дети заботятся о своем старшем поколении, чтобы им придать значимость. То есть даже есть этот вопрос, даже уже не дохода, и чаще всего, да, ну не чаще всего, но часто, а больше вот такой значимости, да, что вот я полноценный там член общества, я там что-то зарабатываю, что-то вот дополнительно к пенсии. И я смотрю, как, даже не так, мы пытались подать на конкурс, чтобы получить субсидию и приобрести для наших бабушек, у кого кнопочные телефоны, телефоны, смартфоны, ну с подставочкой, чтобы они могли онлайн заниматься. Обучение – это уже наш вопрос. Ну, мы не прошли кон, у нас не получилось, и я смотрю, что по некоторым мастерам все-таки подключаются семьи, покупают им смартфоны, вот эти вот подставочки, и последний раз мастер прислала, сын сфотографировал, как она вяжет мастер-класс. Я говорю, в оборудовании серьезнее, чем у нас, в мастерских, то есть вот эта подставка сверху, как вот в рекламе показывают, да, с подсветочкой, и вот она вяжет вот этот, ну, вяжет изделие по телефону. То есть такие случаи, конечно, это единичные. Они идут много со временем. Стараются, да, 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 то есть они стараются оставаться во времени. Сейчас вы запускаете еще один, ну не сказать, что проект, но такой подпроект, да, это серию бесплатных онлайн мастер-классов. Мы каждый год эту программу проводим при поддержке Министерства социального развития. Спасибо ему большое. Он помогает, субсидирует материалы вот на как раз на вот эти вот мастер-классы. И у нас есть возможность подключить сейчас большое количество людей. Это областное мероприятие, да, и я предлагаю максимально подключиться. Есть определенная квота людей. Что для этого нужно, сколько мест, как быстро нужно успеть внести свои данные. Бежать сильно не нужно. Чтобы присоединиться к этому обществу. Времени достаточно, да, просто у нас разные программы в разное время стартуют. Когда стартуют? Сейчас стартуют, уже прошли, прошел первый поток. Мы к вам пока не попали в тот момент, не договорились. И сейчас у нас следующая группа стартует, опять же, по вязанию из трикотажной, кстати, современной пряжи на предметах для дома. Сейчас они вяжут чехлы на стул, вот на такой кругленький, да. Тот, кто обладает большими навыками, мы уже предлагаем учиться вязать игрушки амигуруми и сплюшивать турецкой. Хорошей пряжей, она гипоаллергенная. И схема сейчас у нас разработана как раз инструкция старшим мастерам сувенир на следующий Новый год. То есть можно научиться связать небольшую игрушечку и потом произвести подарки своим близким, уже символ Нового года. Ну, а возможно, что кто-то из самых талантливых учеников получит приглашение от вас вступить? Честно говоря, мы на это и рассчитываем очень сильно. Я специально так подвожу, чтобы, да. У нас много талантливых мастеров. Мы, честно скажем, отсматриваем, так как каждый мастер-класс заканчивается конкретным изделием. Нам присылают подробные фотографии. И даже часто, несмотря на то, что по условиям программы все остается у вас, и остатки материалов, то, что мы привозим, и крючок там входит, да, то есть инструменты, которые нужны. То есть ничего не нужно, только желание. Ничего не нужно, только желание. Вы все привезете, доставите, нужно позвонить по телефону. Вам только нужно позвонить по телефону, зарегистрируют вашу заявочку, нужно иметь возраст 55+. Вот такой условий именно у этой программы, хотя мастерскими мы работаем из 50, да, то есть там не такое ограничение. После того, как вы изготавливаете определенные изделия, мы оцениваем, какого оно качества, что-то нужно доработать, вам даются рекомендации. И хочу сказать, что есть сложность в том, что вязать для дома, да, и вязать, возможно, для продажи – это два разных подхода. И вас сразу учат вот этому подходу профессиональному, да, как контролировать качество, да, как сделать так, чтобы, ну, изделие смотрелось, как, не знаю, как с фабрики, да, с покупное. Это очень интересно, и есть возможность научиться это делать, и как бы в такой маленькой, не знаю, вороночкой протестировать себя возможностью работы в мастерских. Да, дальше обязательно. Ну, и мы понимаем, что работа в мастерских, она, безусловно, оплачивается отдельно. Она приносит доход непосредственно мастеру, поэтому это очень, в общем-то, перспективное направление. Сегодня вы принимаете участие бесплатно в мастер-классе, а завтра уже, возможно, становитесь настоящим мастером и вашей продукции. Ну, может быть, не завтра, а чуть-чуть там, должен побольше срок пройти, да, но, тем не менее, возможность есть. Да, и ваша продукция может продаваться по всей России. Светлана, какие еще проекты планируете запустить? Ну, безусловно, вот сейчас только-только начинает все открываться, конечно же, самое главное – это, наверное, встреча. Сейчас так очень сложно, и хочу сказать, что вот мы сейчас про вязание рассказали, у нас еще будет в сентябре-сентябрь и часть октября декупаж и работа с живописью. То есть будет даже вот такие вот направления. Сейчас по продукции сказать не могу, материалы все закуплены, но работает целая команда, там с художником разбираются. Это уже в зависимости от каких-то навыков, возможностей, будет запись в разные группы, и записаться можно сейчас. Уже тоже сейчас, да, несмотря на то, что еще два месяца. Дальше, что сказать, ну, количество мест ограничено. Естественно, потому что у нас определенное количество материалов на определенное количество человек. Дальше хотела сказать, что мы хотели завершить, все-таки мы каждый год так завершаем, итоговым мероприятием. То есть мы приглашаем, даже если вы не хотите вязать, не хотите раскрашивать какую-то продукцию, производить там для себя, потому что мы на сувенирную продукцию тоже идем, не только для вязания, для дома. Вы можете принять участие в итоговом мероприятии на День пожилого человека. Вы умеете петь, вы умеете стихотворение читать. У нас очень много поэтесс, поэтов в возрасте. В Одинцовском округе это просто кладезнь талантов, да. Вот, это ваш возраст, подсоединяйтесь. Если у вас есть коллективы, тоже пожилые, если у нас есть, у нас есть, конечно, база уже коллективов, но очень рады будем увидеть коллективы старшего поколения, новых, возможно, образовавшихся, дефиле, еще что-то, мы готовы сейчас уже записывать. В чем сложность этого года? Мы не знаем, что будет в 1 октября, да, то есть в День пожилого человека. Мы не знаем, какая будет обстановка, в зависимости будет формат. Мы очень хотим выйти в офлайн, провести фестиваль, выставку. Хотим, чтобы, пожалуй, мастера могли даже продавать как-то свою, ну, реализовывать свою продукцию сами самостоятельно на этом большом мероприятии. Но есть у нас и вариант офлайн-концерта. Это означает, что к вам приедут, вас подснимут, и мы сделаем уже большое такое мероприятие, выведем в определенное время. Но в любом случае будет большое мероприятие, записывайте с форматом, мы уже определимся, потому что, вы знаете, мы меняемся каждый день. Все меняются просто каждый день, все понимают, сегодня можно выходить, завтра нельзя, но это все ради безопасности. Мы прекрасно понимаем, потому что знаем, что есть заболевшие, есть среди близких, есть среди даже нашей команды старших мастеров, кто уже переболел. Нам нужно беречь себя, еще нужно поберечь. Нужно себя беречь, но, тем не менее, нужно и идти вперед, развиваться. И вот сейчас, наверное, та самая возможность, когда можно присоединиться к ресурсному центру свершения и войти в состав творческих мастерских Серебряных Годов, да даже просто пройти онлайн-курс по вязанию, живописи, декупажу и разнообразить свой досуг, научиться новым техникам, а возможно, даже найти себе новую профессию и новую веху в своей жизни открыть, несмотря на то, что вам уже за 55 плюс или 60 плюс, это совершенно не важно. За эти три года показали, что нет возрастных ограничений. По возрасту вообще совершенно нет. А можно стать еще частью большого творческого сообщества, талантливых людей. То есть это очень ценно. И я знаю, что коллеги общались не только по творческим, как сшить себе маску, да, то есть какие-то домашние вопросы постоянно обсуждаются. Мы уже завели отдельный чат, чтобы, ну вот для таких вот вопросов, каких-то обсуждений, что-то где-то, какие-то изменения даже там по пенсии, еще что-то, они отправляют, вот есть вот такая новость. Они вот этот вопрос обсудили, разобрались. Плюс, если есть какие-то потребности, мы, понятно, мы общественники, да более, если есть какие-то, мы видим потребности системные, мы помогаем их включать, да, там, за здравоохранением, еще что-то. Потому что мы уже понимаем, что мы собрали вокруг себя уже большое сообщество старшего поколения, всего через мастерские за три года прошло 400 человек. И вот те, кто сейчас остались постоянно на площадке работать, это просто показали, что это реально возможно, да. Кто-то попробовал, и у нас было пока еще небольшое количество, сейчас у нас как раз больше направлений. Я очень часто слышу от старшего поколения, что, ну я уже в том возрасте, когда я уже не обучаюсь, да, ничего подобного. Если вы что-то когда-то делали руками, наверняка делали, ну потому что это вот это поколение, руки всегда помнят, и вы все равно начинаете работать. И я знаю, у меня памяти не хватает, еще одно возражение. Ну все, у меня памяти уже никакой. Так вам вообще в первую очередь нужно идти, вам рекомендовано вязание, вам обязательно нужно заниматься этим и начинать это делать как можно срочно. Потому что у нас, я уже вижу сколько случаев, у нас есть два человека, которого отправил вообще доктор. Сказал, вот там мастерские, они там все время вяжут без перерыва, будут давать вам работу, идите туда, потому что это реабилитация, да, то есть вопрос, это очень важно, то есть и сейчас не поздно какие-то изменения восстановить. Я вижу по мастерам, когда они по схеме что-то вяжут и записывают, вот они столько связали, мы даем все маркеры, все, что нужно, они записывают. Потом смотрю, они записывают уже, если сложный рисунок. Потом смотрю, уже никаких записей нет, все там, схема может быть, и схема потом уходит. То есть память, она, ее тренируешь, даже в возрасте тренируешь, и уже все легче, это легче потом продолжать жизнь полноценную, то есть это не просто возможность творчества, работы, это вот такая вот еще реабилитация. Самая любимая пряжа у нас, у старшего поколения, это плюш. Мы уже вводим и трикотаж, есть у нас и акрил, еще что-то редко кто этим вяжет сейчас, да. Это вот плюш, почему? Потому что он такой мягкий, он еще успокаивающий, да. Если есть какой-то уровень беспокойства, ну, он у всех есть, особенно сейчас, в пандемии, он все равно есть, потому что мы не понимаем, никто не понимает, что будет в конкретный день, да, где мы будем даже иногда, да, и что будет происходить, это еще успокаивает. То есть ты вяжешь, оно само себе вязание успокаивает, еще вот эта пряжа, она успокаивает, и она такая крупная. Но ей надо уметь вязать, надо учиться, это новые материалы, новые современные материалы. И она говорит, что это такое, говорят мастера, мы не понимаем, у нас не получается, проходит какое-то время, нам ничего не нужно. Ну, то есть, когда есть определенные заявки, можно выбрать направление, в котором мастер работает. Мастер приходит, нам не нужно, какие ковры, там что-то еще, вот нам игрушечку, вот какую-нибудь маленькую даже, да, ну, вот это мы хотим повязать, пожалуйста, есть такие заявки, нет? То есть мы работаем уже вот таким вот образом. Я хочу еще раз напомнить, что присоединиться к онлайн-мастер-классам творческих мастерских «Серебряные года» или стать членом... Телефон могу дать. ...клуба, да, телефон вы видите на своих экранах, звоните, записывайтесь на мастер-классы, просто звоните, вам расскажут обо всем, пообщаются, направят, и, возможно, вы найдете для себя, откроете новое направление, и ваша жизнь заиграет совершенно новыми яркими красками. Докажите своим примером, что нет ничего невозможного. Да, и ваши внуки будут заказывать игрушки. Вам. Уже проверено. Проверено временем, проверено на практике. Проверено опытом. Да, проверено опытом. Светлана, спасибо огромное за интервью. Всегда, конечно, после общения заряжаешься позитивом, и очень хочется верить, что благодаря нашим программам, в том числе, количество ваших подопечных будет только расти, потому что ведь это залог, с одной стороны, здоровья и психоэмоциональной стабильности наших любимых бабушек и дедушек, поэтому будем все вместе это направление активно развивать. Спасибо, что вы есть. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...